Ты действительно хочешь так много? Больше. Только Одри Хатберн способна заставить его. Только Питер Атул был на это способен. И только обладатель трёх премий Оскар Уильям Уайлер мог показать этой самой горячей парочке влюблённых, как это сделать. Как украсть миллион Все съёмки проходили в Париже, и Париж, как и весь мир, замер. Затаил дыхание. Наблюдая за успешной работой, самые прелестные преступные сети в мире. Ведь речь идёт о кружевной сетке, украшающей бесподобные ножки, несравненной Одри Хатберн. В то время как она объединяется с самым обворожительным разбивателем сервет с Питером Атулом. Вас интересует крупное дело? Что-что? Ограбление. Ограбление? А, в смысле кража со взломом. И каков куш, детка? Венера Челлини. Ты серьёзно? Она стоит миллион долларов. Ты в курсе, как защищают эти статуи? Электронные датчики, охрана. Статуя ценой в миллион. Непреодолимая электронная защита. Знаменитый Парижский музей с бесценными произведениями искусства. Друглосуточная охрана. Чудо-ключ. Невероятные приёмы. Потрясающей красоты декораций съёмки. И удивительная команда обаятельных заговорщиков. Великий мошенник Хью Гриффит, подделавший больше картин, чем их хранится в Лувре. Повторяю ещё раз. Продажа подделок великих шедевров — преступление. Но я же продаю их не беднякам, а миллионерам. Илай Уоллок в роли безумного миллионера. И Чарльз Бойер в роли искусного арт-дилера. Я по-прежнему очень заинтересован в покупке венеры Челнини. Прямым путём или косвенным. Вы меня поняли? Помилуйте. Вы затеваете аферу. Вы утверждаете, что готовы скупать краденое. И, конечно же, безумное и неудержимое Отре. В бесподобных костюмах от Дживанши. В компании поклонников. С улыбкой на устах. И с ограблением на уме. Так, вон на этом. Раздевайся. А мы вообще одинаковое преступление задумали? Невероятное ограбление, заставляющее незадачливых полицейских носиться кругами, как бумеран. Одри Ходдер и Петер Адул. В фильме Уильяма Уайлера «Как украсть миллион». Это же настоящее преступление века. И мы его совершили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова